Музыкальный театр «Солнечный гном». Москва. Московская городская детская музыкальная школа имени Гнесиных. Руководители. Расцветаев Леонид Арестович, Савченко Лариса Ивановна. «В сердце радость». Литературно-музыкальная композиция по стихам Арины Цветаевой, музыка Сергея Рахманова. Жулина, мы здесь. Мы все здесь. Мы здесь. Мы просто греемся. Жулина, спокойно. Моим стихам, написанным так рано, Что и не знала я, что я поэт, Разбросанным, как брызги из фонтана, Как искры из ракет, Ворвавшимся, как маленькие черти, Светилища к десам и фенеам. Моим стихам о юности и смерти, Нечитанным стихам, Разбросанным в пыли по магазинам, Где их никто не брал и не берет. Моим стихам, как драгоценным винам, Настань свой черт. Мама, милая, не боджия, Мы поедем или нет? Я большая, мне семь лет, Я упряма, это лучше. Удивительно упряма, Скажут нет, а будет да, Не поддамся никогда. Так, это ясно знает мама. Поиграй, возьмись за дело, Дом и строй. А где картон? Что за тон? Совсем не то, Просто жить не надоело, Надоело жить на свете. Все большие палачи. Дэвид Копперфилл. Молчи, няня, шумно, Что за дети? Прямо в рот летят снежинки, Огонечки фонарей. Ну, извозчик, поскорей, Будут, мамочка, картинки. Сколько книг, Какая давка, Сколько книг. Я все прошу. В сердце радость, А во рту вкус соленого прилавка. Продолговатый и твердый овал Чёрного платья раструт. Юная бабушка, Кто целовал ваши надменные губы? Руки, которые в залу дворца Вальсы Шопена играли. По сторонам ледяного лица Локоны в виде спирали. Тёмный, прямой и взыскательный взгляд, Взгляд к вороне готовый. Юные женщины так не глядят. Юная бабушка, кто вы? Сколько возможностей вы унесли, И невозможностей сколько, В ненасытимую прорубь земли Двадцатилетняя полка. День был невинный, И ветер был свежий. Тёмные звёзды погас, Бабушка, этот жестокий мятеж В сердце моём не отвасный. Тоска по родине, Давно разоблачённая морока. Мне совершенно всё равно, Где совершенно одинокой путь. По каким камням домой Грести с кошёлкой в базарной, Но и не знающий, что он, Как госпиталь или казармам. Мне всё равно, каких среди лиц Ощетиниваться пленным львом, Из какой людской среды Быть вытесненной, Неприметным в себя, Единоличький чувств. Камчатским медведём без льдины, Где не ужиться и не счусь, Где унижаться мне едино. Не обольщусь и языком родным, Его призывом личным, Мне безразлично на каком, Непонимаемый быть встречным. Читателям, газетных тонн глотателям, До яйцам сплетен. Двадцатого столетия он, А я до всякого столетия. Остолбеневши, как бревно, Оставшееся от аллеи, Мне все равны, мне всё равно. И, может быть, всего равнее, Роднее бывшее всего. Все признаки с меня, Все меты, все даты, Как рукой сняло, Душа, родившаяся где-то. Так край меня не уберёт, Мой, что ли, самый злойкий сыщий. До всей души, всей поперёк, Родимого пятна не сыщий. Всяк дом мне чужд, Всяк храм мне пуст. И всё равно, и всё едино. Но детстве по дороге пуст встаёт, Особенно рябина. Браво! Музыкальный театр «Детский литвик» в Москве. Детская школа искусств «Юнис». Руководители Раскветаева Анна Леонидовна. Судорговый вокалов Брюханова Наталья Александровна. Литературно-музыкальная композиция «Другая музыка». Фрагменты прозы Марина Цветаевой «Мать и музыка». На музыку из фронта в шумах для фрагментов. С 125-летию, со дня рождения Марина Цветаева. Когда вместо желатого, предрешённого, почти приказанного сына Александра Продаваясь только всего я, Мать самолюбов в Владимирсову сказала, По крайней мере, будет музыкальше. Когда же моим первым, явно бессмысленным, но вполне о чёртливом догадовалым словом, Казалось гамма, мать только подтвердила. Я так и знала, ведь лучше принялась учить меня музыке. Без конца напевай мне ту самую гамму. До, муси, до, ай-да-ре, до-ре. Слух моему мать радовалась и невольно с него хвалила. Сразу же после каждого холла, взорвавшегося молодец, полонно припоплял. Впрочем, ты ни при чём, слух, а трог. Так это у меня навсегда и осталось, Что я ни при чём, Что слух, а трог. Двоё только старание, Потому что каждый лучший гад можно закупить. Говорила мать поверх моей четырёхлетней гады, Явно непонимающей, И уже из-за этого запоминающей так, Что потом уже ничем не выбрешь. И если я этого своего слуха не загубила, Не только сама не загубила, Моя жизнь могла загубить, забить, Но как старалась, Этим опять-таки обязана мать. Если бы матерью почаще говорили своим детям непонятные вещи, Эти дети, выросшие, Не только бы больше понимали, Но и трёхлёх поступали. Разъяснять ребёнку ничего не нужно, Ребёнка нужно заглянуть. И чем темнее слова заглянуть, Тем глубже они в ребёнка вырастают. ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ ПОЁТ НА ИНОСТРАННОМ ЯЗЫКЕ Но с нотами, с нотами сначала совсем не пошло. Клавишу нажмёшь, а нотам? Клавиша не здесь. Нота на чёрное или белое, А ноты нет. Нота на линейке. Ну какой? Кроме того, клавишу слышно, А нотам нет. Зачем нота, когда есть клавиша? Теперь вижу, что у меня для ноты было просто слишком рано. О, как мать торопилась! С нотами, с глупыми, с интимами, С генерями, с законами Гарри Мэйкова. И точно знала, что не успею, Всё равно не успею всего, Всё равно ничего не успею. Так вот, хотя бы это, И хотя бы ещё это, И ещё это, и это ещё! Чтобы сразу накормить на всю жизнь! С первой до последней минуты Копала и даже до дни! Я мою лицу вмянута! Заливала и забивала сверху! Впечатление! Впечатление! Вспоминание! Вспоминание! Как уже в невмещающий фундук Кстати, оказавшийся бездонник. После такой матики И оставалось только одно. Встать! Вое! Заливала и забивала! КОНЕЦ 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 Мамочка, ну еще немножечко! Когда в нас на дверь попросила? Не попросила! Но когда? Была честна. И никакая ее заведомо радость не попала. Вы могли меня заставить попросить того, что сама попросилась. Но и в игре была честна. Играла две команды, два своих положенных утренних часа и два вечерних. Играла без матчей, так же, как три матчей. Играла, несмотря на согласие враждовавшись матчей. Нефть и сердовой ленятки со всех за тебя замучили. И даже твой никогда певшим опечку в зале. А идей-то не нужно, пробегите. И тогда даже самого отца. И в наших усилий с кабинета, и не без робости. А как будто два часа уже прошли. Я тебя точно уж полных три слышу? Нет. Несмотря ни на какие согласия, заболезни у нее зубы. Играла. Играла твердокаменно. Жара. Синева. Мушинная музыка. И мука. Краями самого окна, точно без надежды, Пытаясь в него всем своим слоновым невоворотом выйти. Года льет пальцы красные. Играя всем телом, всей своей немалой силой, Всем весом, всем нажимом. И клапная всем своим отвращением в угле. Нет, ты не любишь музыку, сердилась мать. В ответ на мой местный наш праведный волшебный, После пункта самого сиденья прыжок с табуретом. Ребенка будущего нет, есть только сейчас, который для него всегда был, а сейчас были гаммы, и каноны, и ничтожные, поскорнявшие дня своего лёдачного въезда. Хорошо не было ей, которая на рояле вот так всё, ей на благотуре сидит в шкафле и там, ей смогли стать там в шкафья и книжку, хорошо не было любить, каково же было мне, после невыносимого волшебства и же вечерних материнских рояльных ручьёв, Слышать своё честное, унылое, из кожи бомбезущее под собственный щёк и граны. Как я могла не чувствовать к нему от вращения? Рождённый музыкант по перебородам, но я не родилась в музыканте. Медная мать любви, как я её огорчала, и как она никогда не узнала, что вся моя музыкальность была всего лишь другая музыка. Другая музыка. Номинация «Литературная композиция на русском языке». Взрастная категория 13-15 лет. Театр-студия «Солнечный ветер». Школа номер 86 «Ростов-на-Дону». Руководитель Фёдорова Светлана Викторовна. «Светлокосый солдат». Стихи Юлии Друминой. Нет, это не заслуга, а удача. Да, это не заслуга, а удача. Стать девушке, солдатом на войне. Когда бы сложилась жизнь моя иначе, как в день победы стыдно было бы мне. С восторгом нас девчонок не встречали. С восторгом нас девчонок не встречали. Нас гнал домой. Живей. Так было в 41-м. А медаль и прочие регалии потом. Качается рожь нешатая. Шагают бойцы по ней. Шагаем и мы, девчата. Похожие на парней. Побледнев, стеснув зубы до хруста, Под родного окопа одна. Ты должна оторваться И бруствер проскочить под обстрелом. Должна? Ты должна. Хоть вернешься едва. Хоть не смей, повторяет комбат. Даже танки. Они же и стали. В трех шагах от окопа горят. Ты должна. Ведь нельзя притворяться пред собой, Что не слышишь в ночи, Как почти безнадежно. Сестрица. Кто-то там под обстрелом кричит. Где старенье казалось мимо, Шел ко мне в еду яростный год. Нет, сестра, дорогая Анюка, Как он знал про себя. Живой. Нет, это горят не хаты, То юность моя в огне. Идут по войне девчата, Похожие на парней. Мы улыбли в разбитой еле, Ждем, когда же начнет светлеть. Под шинелью вдвоем теплее, На продрогшей старой земле. Знаешь, Юлька, Я против грусти, Но сегодня она не в счет. Где-то в яблочном захолустье Мама, мамка моя живет. У тебя есть друзья, любимые, У нее лишь она одна. Пахнет в хате квашнёй и дымом, За порогом бурлит весна. Старой, кажется, Каждый кустик Беспокойную дочку ждет. Знаешь, Юлька, Я против грусти, Но сегодня она не в счет. Это прелесть, другие лиги. Вдруг нежданный приказ. Вперед! Снова рядом, в сырой шинель. Светлокосый солдат идет. С каждым днем становилось горше. Шли без митингов и знамен. В окружении попал под оршей Наш потрепанный батальон. Синка нас повела в атаку. Мы пробились по черной ши. По воронкам и по иракам. Через смертные рубежи. Через смертные рубежи. Мы не ждали посмертной славы. Мы хотели со славой жить. Почему же в бинтах кровавых Светлокосый солдат лежит? Ее тело своей шинелью Укрывало я зубы шавы. Белорусские ветра бели О рязанских глухих садах. Знаешь, Зинка, я против грусти. Но на сегодня она не в счет. Светлок в яблочном захолустье, мама. Мамка твоя живет. У меня есть друзья, любимый. У нее ты была одна. Пахнет в хате квашней и дымом. За порогом бурлит весна. И старушка в цветастом платье У иконы свечу зажгла. Я не знаю. Не знаю. Не знаю. Как написать ей, Чтоб тебя она не ждала. Смотрю назад, продымленные дай. Нет, не заслугой в тот зловещий год, А высшей честью школьницы считай Возможностью мерить за свой народ. Во втором белорусском еще продолжалось затишье. Шел к закату, короткий. В последний декабрьский день С украми в землятках хрустили голодные мыши, Прибежавшие к нам из сожженных до кладеревень. Новогоднюю ночь третий раз я на фронте встречала. Показалось, конца не предвидится этой войне. Захотелось домой. Поняла, что смертельно устала. Виновата затишья. Совсем не добросывала мне. Показалось могилой землянка в четыре наката. Умирала печурка. Под ватник забрал все морозы. Тут влетели со смехом из летной разведки, ребята. Почему ты одна? И чего ты повесила нос? Вышла с ними на бою. На злой ветерок из землянки. Посмотрела на небо. Ракета сгорела. Звезда. Прогревая моторы, ревели немецкие танки. Иногда минометы палили, не знала куда. А когда спало тьмой, я освоилась мало по малу. То застыла, не веря. Пожарами освещена. Горделивая и скромно красавица елка стояла. Откуда взялась нечистого поля она? Не игрушки на ней, а натертые гильзы блестели. В диванах с пешенкой трофейный висел шоколад. Рукавицу трогая, лапы замерзшие ели. Я сплоть слезы взглянула на сразу притихших ребят. Дорогие мои, дартаньяны из родной разведки. Я люблю вас. Люблю. И буду любить вас до смерти. Всю жизнь. Всю жизнь. Я зарылась лицом в эти детством пропахшие ветки. Вдруг опал от налета. Все это команда. Лошейко с радака. Пробил санитарную сумку осколок. Я бинтую ребят. На взбесившемся. Черном снегу. Сколько было потом новогодних, сверкающих елок. Их забыла. Забыла. А эту забыть не могу. И откуда вдруг берутся силы? В час, когда в душе черным-черно. Если б я была не дочь России. Опустила руки бы давно. Опустила руки в сорок первом. Помнишь? Заградительные рвы. Словно обнажившиеся нервы. Созмеились около Москвы. Махоронки. Раны. Пепелища. Память. Душу мне войной не рви. Только времени не знаю чище. И острее. К родине любви. Лишь любовь давала людям сил. Посреди любущего огня. Если б я не верила в Россию, То она не верила бы в меня. С восторгом. Нас девчонок не встречали. С восторгом нас девчонок не встречали. Нас гнал домой. Охлепший военком. Так было в сорок первом. О медали и прочие регалии. Потом. И это не заслуга, а удача. Стыд девушки. Солдатам. На войне. Когда б сложилась жизнь моя иначе, Как в день победы. Стыдно было бы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Аплодисменты.